Добрый вечер! Я учусь на четвертом курсе и в этом году заканчиваю МИХМАТ Первокурсники меня постоянно спрашивают Женя, дай им совет Я устал отвечать каждому поэтому представляю вам первое руководство по выживанию на МИХМАТе Для аплодисментов на МИХМАТе не списывают поднимите, пожалуйста, руки в зале кто когда-либо списывал понятно, понятно а я-то сам никогда не списывал но есть у меня один друг Женя тоже и вот этому другу никак не давался функциональный анализ и вообще подхожу я то есть он на очередную пересдачу тянул билет и билет такой сложный я с первой попытки вопрос прочитал вяжу на галерку ищу книги по оглавлению теорему был отвечать довольный целый лист и списал вопросы сложно и в продаватель меня очень внимательно слушает и говорит блестящий ответ только мы это не проходили я и и и и и и я не франат физики единственное о чем я мечтал сдавать сц забыть о физике на себя судьба распорядилась иначе и подавила мне целый семестр счастья на четвертом курсе проявив предстоящие познания во всех разговорах физики я попал в список под названием вот этим идиотом не зачат и вот последняя зачатная неделя лучшие физики факультета собраны в одной аудитории всегда приятный преподаватель чтобы получить зачет нужно ответить на один вопрос из школьной программы и парни передо мной спрашивают что такое магнит а я сижу и думал блин а я не знаю что такое магнит к счастью я взял с собой на зачет телефон несчастье мой телефон разрядился и это был айфон друга я думал доставать перед подавателем телефон как-то не очень но я же знаю что в айфоне есть Siri а вот чего я не знал для того что Siri произносит ответ голоса поэтому вся аудитория услышала магнит в телах обладающейся устремленным в другом поле возможно слух происходит это в речи но физику я вот так и взял правда с и правой обыдни поэтому он второй всех мы-то подводим и математический анализ меня играл Староселец не знаю кто-то который считал что единственное что отличает обезьяна к человеку это умение брать играл как вы уже могли понять меня он человек не считал Вообще, на канале занимает ключевое место в профессии «Срылокрыш» студентам, но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что был такой первый уровень. Мы с матерцами знаем, что настоящий ад — это курс топологии. После курса общей топологии даже самая устойчивая крыша — это сцепление. Меня топологию вёл Владимир Леонидович Тимакович. И вот у Тимаковича такая методика ведения лекций. Он сначала что-то долго-долго пишет до стих, потом поворачивается к аудитории и спрашивает, что получится. Юмор в том, что, скорее всего, в большом университете топологию понимает тот Тимакович. И поэтому мой одногруппник каждый раз в обед кричал случайную геометрическую фигуру. И подключен аудиторию каждый раз в последней парке один и тот же чувак кричит, что здесь получится. Круг. Ширится множество. Треугольник. Какая дорога до кулинарного техникума? Прямая. Аплодисменты. 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 Но вообще мы даже не были уверены, что эти фигуры есть в испологии. И вот дело ведёт уже с высчётным. И Тимаковичу очередно расскажет, что вы здесь получите. Мой одногруппник, как всегда, как «Чискодрат». И Тимакович такой блестящий. Зачёт автомата. Мой одногруппник. Аплодисменты. Поэтому советую тресить. Будь наскочен. Где-то здесь в зале находим… А, Мур. Вот он справа стоит. Находим представительный фирожочек по имени Юра. И с Юрой мы вместе срочили четыре курса. А это история о том, как мы с Юрой чуть не ушли на комиссию с педагогикой. Я вообще не знаю, осознаёте ли вы особенность комиссии с педагогикой. Это, как я сказал, я не знаю специалистом «Мистера нормальных парнязи». В общем, возникло небольшое недопонимание. И преподаватель сделал зачёт на последней паре. У нас с Юрой не было, соответственно, мы не явились на зачёт перед сдачей. Неприятно заслуженно. А дальше Врожа купила небольшую особенность Юры. И на островском на передоре Валерии Владимировича. Валерий Владимирович ему сказал «Юра, очень важно. Перездача назначена на дату и время». Но Юра услышал «Юра, очень важно!» И дальше у меня это выглядело так. «Алло, Евген!» Я не знаю, как тебе сказать, но мы только что не пришли ни на передачу. Больше меня, наверное, шоке было потом преподавателем-педагогом. Я, наверное, надумал, что у вас студенты проверяют, кто кого больше боится. Поэтому урок четвёртый, самый важный. Не будь как Юра. На этом, конечно же, очень стыдно зайдусь сегодня. Когда я показал первый раз цепь на реприктуре, мне сказали, «Не хватает, но это полезно шутки про Мехман». Поэтому сейчас будем резервы. Да, уж тихо. Почему Нина Владимировна не любит отмечать свой день рождения? Потому что на него все приходят. «Мехман» в этом году исполняет шесть лет, из них четыре с ним, и это было потрясающее время. Надеюсь, ваше время будет еще лучше. Спасибо. Хорошего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ